Доброе утро, друзья! У нас с вами чудесное зимнее пятничное утро, и я надеюсь, мы все вместе с вами... У нас с вами! И я надеюсь, мы все вместе с вами сегодня будем слушать новости, которые мы заслужили. Итак, сегодня у нас с вами мега много новостей, которые потрясут рынок труда, или уже потрясли рынок труда, и, в общем, мы к этому готовимся. Помимо этого, как всегда, много сообщений про интеллектуальные сети. Ну, и я, по традиции, зову вас на свой новый курс, который стартует 1 апреля. Ну что, погнали! Итак, последний из магикам. Daimler продал свою долю в КамАЗе. Немецкий автоконцерн Daimler Truck, который входит в концерн Mercedes-Benz Group, в этом году продал 15% акций буквально вот на днях в российском производителе грузовиков КамАЗ. Покупатели доли и стоимость сделки не раскрываются, но по некоторым осведомленным источникам, это могут быть представители госкомпании или иной нефтегазовой компании с госучастием, которые захотели таким образом диверсифицировать свои активы. С февраля 22-го года немецкий концерн фактически не участвовал в работе отечественного автопроизводителя. Однако, это не повлияло на возможность КамАЗа производить коммерческую технику и развивать модельный ряд. По крайней мере, так утверждают в КамАЗе. Хотя, надо сказать, что целый ряд автоэкспертов утверждают обратное и говорят о том, что буквально свежие инновации, свежие инвестиции КамАЗа вместе с Daimler в создание кабин для новых грузовиков, создание разных агрегатов и узлов для грузовиков 6-го и 7-го поколения, теперь под большим вопросом, потому что они были на немецких компонентах и, по сути, представляли себе локализованную версию грузовика Mercedes. До сделки с Daimler крупнейшим акционером Камского завода был Ростех, а еще четверть примерно принадлежала автоинвесту. И в апреле 22-го года гендиректор Ростеха Сергей Чемизов заявил, что компания ведет переговоры с Daimler о доле в КамАЗе. Daimler стал последним из крупнейших западных автоконцернов, которые с весны 20-го года полностью вышли из российских активов. Мы с вами знаем, что это были и Peugeot, и Citroёn, и Volvo, и Nissan, и Kia, и куча других компаний. Итак, последний из маникан нас покинул. Люди, деньги и здоровье. Собственно, все как у всех. Так могут сказать предприниматели, молодые и не очень. И это выяснили аналитики стартап-академии школы управления Сколково. Они опросили российских предпринимателей, чтобы выяснить, с какими трудностями они сталкивались в 23-м году. И да, мне тоже ребята звонили по поводу этого исследования. Какие же трудности назвали российские предприниматели? На первом месте с 27% голосов становится... Та-дам! Деньги! Нехватка финансирования. Удивитесь, но на втором месте нехватка предпринимательского опыта. Да, и в этот момент так и хочется спросить, вы точно уверены, что вы предприниматель? На третьем месте традиционно дефицит кадров 20%. Это проблемы, которые, по мнению стартап-академии Сколково, беспокоят предпринимателей. И хочется поневоле задать вопрос. Друзья, неужели, чтобы узнать это, нужно было проводить исследования? Ну, дальше больше. Помимо профессиональных трудностей, 26% предпринимателей пожаловалось на ухудшение здоровья на фоне стресса. А еще 32% сказали, что регулярно переживают тревогу, связанную с бизнесом. И самый главный страх практически у трети – остаться без денег. Стартап без денег – ну да, это как кошка в поисках сметаны. 14% боятся выходить на международный рынок. А что, ребята, вас там ждут? 13% опасаются брать на себя ответственность за бизнес. Вот такие вот у нас нервные и чуткие предприниматели. Как говорится, все как у людей. Икея по-русски. Россия и Белоруссия намерены собрать бывших поставщиков Икеи под новым брендом. Ребята, вы не опоздали ли? Насколько я знаю, уже две компании пытаются занять эту нишу. Однако страны обсуждают создание совместной коммерческой цепочки по производству и продаже мебели, которая заместит ушедший шведский бренд. Но мы с вами, друзья, знаем, что мебель в Икеи – это было даже не пол-дела и, наверное, даже не треть. Икея – это был образ жизни. Икея – это была мечта, где каждый мог зайти и почувствовать себя в жизни по-другому. И не каждый мог купить диван или шкаф, но каждый мог оттуда унести какую-нибудь финтифлюшечку, которая создавала ощущение шага в будущем. И то же самое я могу сказать о том, как управлялся персонал, о том, как развивались коммуникации в этой компании, о том, как в ней работала корпоративная культура. То есть то, что нам, как к коммуникаторам, ближе. И вот если это скопирует та самая цепочка российских и белорусских предпринимателей, мне кажется, будет самое прекрасное, что они могут сделать. Но что-то мне подсказывает, что корпоративный дух и традиции не копируются так же легко, как шкафы. Ну что же, мы с вами переходим к теме высоких технологий. Это традиционная рубрика нашего новостного дайджеста, потому что куда без них. И открываем мы ее предложением поздороваться с Gemini. Google объединил свои интеллектуальные продукты под единым брендом с названием Gemini. Компания переименовала чат-бот Барт, который мы знаем и любим, и который умеет делать классные штуки, в Gemini. Теперь Gemini доступен на 40 языках и появляется в новом приложении Gemini для Android и в приложении Google для владельцев айфона. Друзья мои, кто имеет такую возможность, кто слышит нас, кто, например, находится сейчас за рубежами нашей любимой родины, пожалуйста, скачайте Gemini и напишите в комментариях к этому видео, как он работает, потому что да, мы тоже хотим протестировать Google. Также корпорация, уверенная в успехах Gemini, запустила платный тариф Gemini Advancer, который дает доступ к самой продвинутой версии на RCT Gemini Ultra 1.0. Пользователи смогут применять искусственный интеллект во всех приложениях Google. И это круто в календаре, документах, таблицах и других сервисах. Ну, а что у нас? У нас буквально на днях Яндекс запустил нейробраузер. И я думаю, все вы, открыв браузер позавчера утром, увидели замечательную заставку, что теперь он нейро. Что это значит? Разработчики, по крайней мере, по их релизу, встроили в браузер нейросети нового поколения. Теперь в нейробраузере можно улучшать тексты, генерировать изображение прямо в интерфейсе обновленного браузера. И, собственно, то, что мы уже раньше использовали, ну, по крайней мере, я использовала. Если вы нет, то, ребята, обязательно делайте. Смотреть видео с переводом на русский с восьми иностранных языков, с генерацией субтитров, с переводом также и текстов. В частности, теперь в новой версии нейросети научили переводить видеоролики с японского и корейского языков. Привет любителям дарам и корейской косметики. И накладывать озвучку. Представляете, захотели вы купить себе какое-нибудь прекрасное средство для улучшения цвета лица, или посмотреть какой-нибудь качественный исторический фильм, открываете это в браузере, включаете нейрофункцию и смотрите не просто с переводом в субтитрах, но и с озвучкой. Но, помимо этого, нейробраузер может кратко пересказывать иноязычные видео с помощью Яндекс.GPT. То есть, если вам не хочется долго-долго смотреть длинный-длинный ролик, наверху в подсказках появляется кнопочка «Пересказать» и вам сразу расскажут, о чём там идёт речь. Он делает это на русском языке и озвучивает результаты вот этого вот суммаризации звука. Ну, собственно говоря, мне кажется, это круто. Ну, и последняя фишечка на торте – браузер в режиме реального времени может генерировать субтитры для русскоязычных видео, визуально разделяя реплики разных спикеров. То есть, если вот это видео, друзья мои, вы будете смотреть в Яндекс.Браузере, то под ним будут появляться субтитры, и мне не надо будет писать ничего о том, что я говорю. Итак, Яндекс представил нейробраузер. Чем же ему ответил OpenAI? Он ответил ему нейросеткой SORA. Это нейросетка для генерации видео. Разработчик чат-бота ChatGPT, грубо говоря, наш основоположник искусственного интеллекта, американская компания OpenAI представила новую нейросеть SORA. Она генерирует реалистичные видеоролики по текстовому запросу пользователей. Компания открыла доступ тестировщикам к ИИ-моделям. Считается, что SORA может генерировать видео длиной до одной минуты, сохраняя при этом визуальное качество исследования текстовым подсказкам. Компания разместила в своем релизе несколько роликов, созданных по текстовым сценариям. На одном из них стильная женщина идет по токийской улице, залитой теплым светящимся неоном. И еще один ролик создан как фотореалистическое изображение двух пиратских кораблей, сражающихся в чашке кофе. Ну, честно скажу, видео так себе, но тут ведь важно начать. Поздравляем! И вскоре мы с вами, друзья, будем генерировать уже не только картинки или тексты, но и видюхи. Кстати, примерно такие же штуки обещал нам Кандинский, поэтому ждем... Шесть трендов высоких технологий, которые будут внедрять российские компании в двадцать четвертом году. Все мы понимаем, что деваться нам некуда, все мы понимаем, что высокие технологии наступают, и хорошо бы нам понять, куда они наступают, чтобы двигаться в этом направлении. Итак, что же говорят эксперты? Первое, конечно же, да, друзья мои, это искусственный интеллект. И агенты, и сервисы, которые направлены на увеличение эффективности сотрудников, на автоматизацию рутинных задач. И об этом мы буквально недавно с вами на этой неделе говорили о цифровых помощниках. Да, друзья мои, это вот прям тренд номер один, который планируют внедрять и разрабатывать российские компании. Считается, что эта разработка улучшит клиентское обслуживание, персонализирует маркетинг, улучшит аналитику и, как следствие, принятие решений. Следом за ним... Та-дам! Информационная безопасность. Ну, мне кажется, вполне логичный выбор. Наряду с числом кейсов по использованию искусственного интеллекта ожидается рост интеллекта к технологиям, которые защищают информацию. И да, друзья мои, не столько от искусственного интеллекта, сколько от человека, потому что ИИ пока еще не ворует ничего без нашего на то запроса. Это касается не только классического шифрования, но и квантовой криптографии и постквантовых алгоритмов. Что бы это ни значило, мне кажется, безопасность действительно тренд номер два. На третьем месте наши аналитики говорят о технологиях RPA, Robotic Process Automatic. Одним из самых интересных являются здесь процесс майнинг и таск майнинг, которые позволяют создавать цифровую модель бизнес-процесса. Но кто из нас не мечтал тех самых нервных предпринимателей? Когда мы с вами создаем новый проект, открываем новое направление в бизнесе, да и даже внутри большой корпорации, предпринимаем какие-то активности по запуску чего-нибудь. Кто из нас не мечтал запустить такой процесс, который будет оценивать проект, оценивать бизнес-процесс, видеть его узкие места, где есть быточные трудозатраты, где неэффективные ветки, где риски по времени, по ресурсам, по там человеческим каким-то активностям. Вот, собственно говоря, на это и нацелено внедрение программных роботов RPA. Ну, я, честно, вот прям жду появления этих штук, и если они появятся на рынке, с удовольствием буду их тестировать и с удовольствием расскажу вам о том, как они работают. И четвертая технология, о которой мы вдруг неожиданно вспомнили, но тем не менее аналитики считают ее мегапопулярной для 24-го и 25-го года, это зеленые технологии умный дом и open source. Здесь направление это энергоэффективные решения, решения для управления пространством с минимальным вредом для окружающей среды и возобновляемые источники энергии. Антон Николаевич, слышишь ли ты меня? Если ты слышишь, то твои солнечные батареи на крыше, это прям тренд 24-го года. Российские разработчики сфокусированы сегодня как раз на истории про возобновляемые источники энергии, энергоэффективность, ну и, например, вот электротранспорт, который наводнил всю Москву как раз из этой оперы. Правда, в этот момент очень хочется задать вопрос, ребята, о литий-ионной батарее, которые стоят в ваших машинках, как тут с экологической безопасностью? Ну ладно, не будем требовать всего и сразу. И завершая на сегодня тему с высокими технологиями, отметим, что российские разработчики искусственного интеллекта и технологий, завязанных на него, просят внести их деятельность в АКВЭП. Итак, разработчики и предложили депутатам Государственной Думы ввести для отрасли отдельный код в рамках общероссийского классификатора видов экономической деятельности АКВЭП. По их мнению, это упростит предоставление мер поддержки. ИИИ, а поддержку нам, пожалуйста, предоставьте. Также в числе предложений ассоциации «Нормативное закрепление участия в госзакупках товаров и услуг в сфере ИИИ» введение упрощенного порядка включения в реестр российского софта и ускорение процедур для получения статусов товаров российского происхождения. «Нормативное закрепление» Ну, а мы с вами двигаемся дальше и переходим к разделу «Рынок труда». Сегодня он богат. И появились весьма и весьма интересные новости и умозаключения. Как говорится, зарплаты подросли и встали. Как вы помните, ну, наверное, уже с полгода я во всех своих выступлениях говорю о том, что рынок труда перегрет и гонка зарплат рано или поздно должна остановиться, потому что иначе становится экономически нецелесообразным. По итогам прошлого года средняя зарплата по России выросла на 13,8% в номинальном выражении и достигла 71 тысячи рублей. С учетом инфляции прирост за год составил 7,6%. Число занятых на фоне сокращения количества безработных выросло на 1,6 миллиона человек до 73,6 миллионов. Из данных Росстата следует, что в номинальном выражении зарплата работников росла во всех отраслях, а максимальный прирост был зафиксирован в производстве одежды 24%, и электрического оборудования почти 24%, металлических изделий кроме машины оборудования 23,8%, производства транспорта 22%, и компьютеров 21,7%. Ну, а дополнительно к этому скажу вам, что с другого фронта приходят новости о том, что в России необычайно выросло число самозанятых. И эти самозанятые, которые появились как грибы после дождя, получают таки неплохие деньги. и тут уже забегала налоговая, которая считает, что нет, это не частные предприниматели, не мелкий бизнес, это сотрудники, которым гнусные и жестокие работодатели не хотят вносить пенсионные и социальные выплаты в пользу государства и переводят их в статус самозанятых. Поэтому, друзья мои, если у вас работают самозанятые или если вы сами самозанятые, то имейте в виду, что налоговая может заинтересоваться в этом году такими предприятиями. Ну, а мы с вами идем дальше. Подработка это сигнал о дефиците или о том, что компаниям не хватает сотрудников. Я бы сказала, что тут у нас с вами есть большие и большие вопросики, потому что с одной стороны люди подрабатывают потому, что им нужны деньги, а с другой стороны кто-то же нанимает тех, кто подрабатывает, а значит им нужны люди. Итак, в 23 году по данным Авито работа более половины россиян 54% подрабатывают. О том, что подработка приносит доход от 10 до 30% от ежемесячного заработка, это прилично, сообщили 39% респондентов. Ну, то есть это больше трети. Четверть опрошенных 26% от подработок получает менее 10% от основных заработков, а еще 17% счастливчиков, ну, или не счастливчиков, в зависимости от того, как толковать необходимость подрабатывать, рассказали, что смогли заработать дополнительно от 30 до 50% к основному заработку. Ну, а еще для 10% опрошенных подработка является основным источником, то есть они на подработке получают больше половины своего среднемесячного дохода. Тогда, правда, возникает вопрос, какая же это подработка, может быть, это уже основная занятость. Ну, и кто же чаще всего занимался подработками? В 23 году это люди из сферы ремонта и строительства 18%, IT и телекоммуникации 13%, онлайн-торговля 11%, креативной индустрии 10%, производство и сырье 9%. Правда, плохо я понимаю, как можно подрабатывать в производстве сырье, но, честно говоря, классификаторы, которые существуют на наших сервисах по поиску работы и сотрудников, иногда приводят меня в полное недоумение. И так поставили себе галочку, что даже те люди, которые не являются самозанятыми или предпринимателями, подрабатывают. И таких у нас ровно половина. Экскурсий не будет, могут сказать наши туристы в России и наши школьники, которые не поедут никуда на ближайшие каникулы, потому что дефицит водителей экскурсионных автобусов достиг 60%. Из-за этого туристические фирмы вынуждены сокращать число экскурсий, уменьшать их продолжительность, одновременно популярность внутреннего туризма растет. На заметку, друзья, если у вас есть гостевой дом, или вы где-то находитесь в туристическом регионе, в туристическом кластере, скорее берите в аренду микроавтобус и добавляйте экскурсионные программы в свой пакет, в свое предложение. Найти водителей, готовых работать на вот этих вот больших экскурсионных автобусах, оказалось очень сложно. При зарплате сопоставимость с доходами таксиста или курьера 100-150 тысяч рублей, требования к ним повыше. Во-первых, нужны права категории D и E. нужен определенный стаж. Кроме того, как выяснилось, профессия водителя автобуса не выглядит престижней в глазах молодых людей. Ну да, таксистам или курьерам быть намного престижнее, но тем не менее факт остается фактом. Следующая интересная новость, на которой мы должны остановиться, это взаимосвязь двух сегментов даже я не могу сказать соискателей, наверное, это правильно сказать, двух сегментов занятости, в которых есть спрос. Чем больше профессоров, тем чаще ищут грузчиков. Можно бы сказать и так. Чем больше на рынке труда кадров, которые создают высокотехнологичные продукты, работающие, например, в биоинженерии, в IT, в химической промышленности, ну и так далее, тем выше спрос на работников низкой квалификации. К такому парадоксальному выводу пришли научные сотрудники РАН, которые недавно провели на эту тему большое исследование. Например, химические компании, за исключением фарма, создают вдвое больше рабочих мест в смежных отраслях, чем занято в них самих. То есть здесь вы разрабатываете какие-нибудь высокотехнологичные пластики, смазки или там, я не знаю, что-нибудь волшебное, какие-нибудь присадки для генерации нефтепродуктов, а во всех обслуживающих отраслях благодаря этому возрастает плюс два рабочих места. То же самое происходит в сфере производства транспортных средств и оборудования. Там высокотехнологичные сотрудники, высоко интеллектуальные, которые создают сложный продукт, создают три рабочих места в смежных отраслях. И в основном этот новый рождающийся спрос приходится именно на низкоквалифицированных сотрудников. На самом деле это парадоксально и я бы хотела спросить авторов исследования, друзья мои, не могли бы вы расширить и углубить и объяснить нам, почему именно низкоквалифицированные сотрудники возникают в смежных отраслях. Ну и естественно такая ситуация создает дисбаланс на рынке труда и мешает трансформации экономического роста и повышению заработков людей, находящихся на рынке. Да, вопрос к авторам исследований, хочется понимания. Ну и как бы пожалуй главная новость такая вот крупная на рынке труда это история про то, что наши регионы, наши муниципальные структуры теперь не менее креативны, не менее оригинальны в предложении своих вакансий, в формировании того самого бренда работодателя. Ну, скажем так, до бренда работодателя они еще не дошли, но на EVP замахиваются и со стороны бонусов и льгот заходят. Так что новость у нас с вами, друзья, называется регионы заплатят, особенно в социалке. Ну, а куда им деваться? Острая конкуренция на рынке труда, когда в отраслях не хватает до 40% работников, заставляет работодателя идти на беспрецедентные меры. За год число вакансий с различными дополнительными благами и мерами поддержки, например, полисом добровольного медицинского страхования, служебным транспортом, абонементом фитнес и различными другими льготами увеличилось в пять с половиной раз. Наконец, эта ситуация докатилась и до социальных сфер. Транспорт, коммунальное хозяйство, государственная медицина, образование, ведь они оказались в самом невыгодном положении, потому что все более-менее стоящие кадры оттуда давно вымылись в коммерческий сектор. То есть мы понимаем, что вымывание идет по двум направлениям. В крупные города миллионники и из госструктур в коммерческий сектор. Так вот, собственно, наши коллеги начали задумываться и о том, как привлекать сотрудников. Различные выплаты в борьбе за головы и руки доходят до 600 тысяч рублей. Об этом нам сообщают корреспонденты российской газеты. Так, например, в Челябинске водителям общественного транспорта, автобусов и трамваев, которые устроились на работу после первого февраля, установили выплату в полмиллиона рублей. И у них будет два варианта, как получить эти деньги. Либо прибавка к зарплате в первые два года примерно по 28 тысяч в месяц, либо разбить на три транша. 50 тысяч при трудоустройстве, 150 тысяч после первого года и 300 после второго года работы. И, насколько я знаю, Челябинск и Екатеринбург бьются, сурово бьются наши уральские коллеги за людей, работающих в коммунальной сфере и за водителей. Ну, что же, пожелаем им удачей. Касается это бонус и тех, кто уволился ранее и возвращается сейчас на работу. А вот новичкам, чтобы получить допуск, нужно еще четыре с половиной месяца стажироваться. Ситуация с транспортом в Челябинске обострилась зимой. Людям приходится буквально штурмовать переполненные автобусы и мерзнуть на остановках. И тут проблема в дефиците водителей, а не транспорта. Штат нужно заполнить в кратчайшие сроки. Ну, и также с 1 апреля решено поднять зарплату водителям автобусов до 100 тысяч, а вагоновожатым до 70 тысяч. И тут хочется задать один вопрос. Интересно, а те водители, которые еще не разбежались и продолжают работать, как они отнесутся к тому, что их новым старым коллегам выплатят по полмиллиона, а им нет. Да, друзья, что-то с брендом работодателя и с политикой мотивации у вас не то. Если вы тоже это заметили, то, да, welcome к нам на курс бренд работодателя или корпоративная культура. Ну, а мы с вами продолжим изучать ситуацию в регионах. Например, в Омске у водителей зарплата выросла до 70 тысяч, но проблема эта не ишила. Открытыми остаются около 300 вакансий, что для Омска огромное количество. То есть там не хватает 300 водителей. Перевозчики-частники даже запустили акцию «Приведи на работу друга водителя и получи 5000 рублей». Но и это помогло мало. В мэрии решили привлекать к работе безработных женщин. В центрах занятости им активно предлагают сменить профессию и попробовать сесть за руль автобуса. А, ну или трамвая. Хотя я не знаю, есть ли в Омске трамвай. Теперь переместимся в Архангельск. В Архангельской области решить проблему кадрового голода пытаются с помощью соцпакета. Потому что здесь спойлер, как и в куче других областей, не хватает специалистов здравоохранения, образования, экономики. Ну, переведем на русский. Фельдшеров, врачей, медсестер, учителей, воспитателей и различных работников коммунальной сферы. Пребывающие в регион учителя и врачи теперь могут претендовать на бесплатные служебные квартиры, на компенсацию аренды жилья, на различные выплаты и подъемные. И чтобы завлечь работников, выплачивается даже пособие на рождение ребенка, корпоративный мат-капитал. За первенца в семье начисляют 200 тысяч рублей, за второго 400 тысяч, за третьего 600 и так далее. На каждого нового малыша сумма увеличивается на 200 тысяч. Если у семьи уже было двое детей, а потом рождается третий, выплата тоже будет 600 тысяч. Возможно, сейчас врачи и учителя из какого-нибудь южного региона России, услышав это, немедленно полезут на сайты Архангельской области, чтобы посмотреть, а куда же там подать заявку, чтобы переехать и начать работать, поселившись в бесплатном жилье, получив подъемные и мат-капитал. По России число вакансий с бонусами, полисом ДМС, служебным транспортом, абонементом и льготами в год увеличилось в пять с половиной раз. Об этом говорит директор категории рабочей линейной профессии авито-работы Александр Сампетов. То есть, друзья, мы говорим сейчас не о директорах, не о там каких-то важных шишках, нет, речь идет о рабочих и линейных профессиях. Дают бонусы и повышают зарплаты. Ну, а что у нас в частном секторе? Там цветут реферальные программы пенсии и ипотеки. И надо сказать, что пенсии и ипотеки в этом смысле пожалуй наиболее интересный проект не только по привлечению, но и по удержанию действующих и вновь прибывших сотрудников. Представляете, вы потратили кучу времени и сил, чтобы кого-то найти, или у вас есть действующий сотрудник, и теперь вам нужно приложить не меньше сил, чтобы удержать его, чтобы его, как говорится, не забрали тепленьким ваши конкуренты. А сегодня переманивание персонала стало совершенно обычной практикой. И если буквально 2-3 года назад мы об этом говорили только относительно редких специальностей, руководителей, там, не знаю, каких-нибудь специалистов в очень-очень узком сегменте, которых нигде не найдешь, то сегодня у нас, друзья, хантинг в первую очередь нужен на рабочих позициях, особенно там, где нужен рабочий высокой квалификации. Поэтому да, удерживать персонал нужно изо всех сил. И, кстати говоря, именно этим занимаются специалисты по бренду работодателя. Итак, распространены приветственные бонусы, распространены выплаты реферальные по программе «Приведи друга», и они прекрасно себя чувствуют именно на линейных позициях. Например, водителю категории «Е» одна из крупных ритейловых компаний платит 30 тысяч за приведенного друга, ну, или, скажем так, человека, который будет назван другом. В одной из транспортных компаний обещают 15 тысяч подъемных за первую неделю работы. Ну, а помимо этого, огромное количество компаний внедряют корпоративные программы пенсионных накоплений и предлагают особые условия для ипотеки. Иногородним компенсируют расходы на проезд и аренду жилья. И, на мой взгляд, как эксперта, который этим занимается, именно программы пенсионных накоплений и ипотеки наиболее действенные программы долгосрочного удержания. То есть долго, ну, как бы много-много лет мы фактически об этом забыли. У каких-то очень редких компаний вроде РЖД или Газпрома были такие программы, но мы никогда не считали их серьезным критерием. А сейчас, да, одним из критериев выбора и удержания сотрудника это будет история про то, что здесь ты получишь пенсию, серьезную пенсию накопленную, потому что государство накопительные выплаты нам не отдает, и это будет важно для людей среднего и зрелого возраста. А ипотека будет удерживать молодых от перехода в другую компанию. Ну и хочется завершить этот кусок наших новостей цитатой доцента Института экономики управления Уральского федерального университета Анны Дещковой. Сегодня предприятие действует без оглядки на своих коллег по отрасли. Раньше существовали негласные правила, которые запрещали переманивать сотрудников у коллег и заставляли держать ровную зарплату. Но сегодня эти правила не работают. Никто не гнушается переманивать кадры, поднимать зарплату и выдавать социальные работы. Ну а теперь мы с вами двигаемся дальше. Вам оффер из Аргентины мог сказать бы один из наших коллег, который работал бы на HeadHunter. На 40% больше приглашений на работу за рубежом получили россияне. И это данные HeadHunter. Причем здесь речь идет как о российских компаниях, работающих за рубежом, так и непосредственно о зарубежных работодателях. И кто же лидирует? Та-дам! Больше всего приглашений россияне получили на работу в Казахстане, Белоруссии и Грузии. Соответственно 28, 21 и 16 процентов. Отмечается также рост приглашений из Южной Кореи, Сербии, Арабских Эмиратов, других государств Европы, Африки, Южной Америки и Ближнего Востока. В числе профессий, обладатели которых чаще всего получают приглашения из других стран, менеджеры по продажам, программисты, операторы колл-центров, дизайнеры, художники и тестировщики. Судя по спискам стран, мы даже догадываемся, в какие компании эти люди будут приглашены. Ну, а мы с вами завершаем наш выпуск как всегда фишечкой, как всегда вишенкой на торте. Один чувак так разочаровался в дейтинг-сервисах, что сделал свое собственное приложение, свое собственный сервис. Но есть один нюанс. В этом сервисе можно замечиться только с автором приложения. И если отказаться, то появляется его плачащее видео. Разработчика бросила в прошлом году девушка, так что он готов на отчаянные меры. Друзья мои, если вы в поисках сотрудников или желая удержать действующих тоже готовы на отчаянные меры, мы ждем вас на наших курсах. Ну и конечно в нашей болталке для того, чтобы обсудить, как это можно сделать. Ну а я прощаюсь с вами и мы с вами увидимся и услышимся через неделю. Пока!